Я позвонил этой, короче, героине с нашего скандала и сказал, что я приеду сегодня в 6, мы будем с ней разговаривать. Сейчас она мне написала сообщение, ты ровно в 6 приедешь, я говорю, не знаю, я ничего не ответил. Сейчас поеду к ней на район, позвоню ей и скажу, что я вообще больше никогда не приеду. Итак, друзья, я уже на ее районе. Я вот думаю, сейчас я позвоню, спрошу, она говорит, что она в 6 не сможет. Не сможет увидеться со мной в 6 часов, я попросила попозже. Давайте сейчас... Алло. Алло, да. Ты во сколько приедешь? Я за ним так подумал. Возможно, я вообще больше никогда не приеду. Как долго ты думаешь? Ну, потому что ты прекрасно тоже можешь понимать, что мы очень сильно с тобой ругаемся. Не идем друг к другу на уступки, и... Никто кому вообще ничего не... Никакого компромисса нету. Соответственно, ты понимаешь, что... Зачем мне приезжать, если и зачем тебя мне мучить? Если толка от этого никакого не происходит. Как ты думаешь? Как ты думаешь? Почему ты молчишь? Ты дома? А почему ты молчишь? Ну, в прямом смысле, или ты спустишься и все-таки поговоришь со мной? Потому что я сижу на той скамейке, на которой мы постоянно с тобой сидим и разговариваем. Подойдешь? 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 Ну, а вы, бро... Короче, ребят, у меня камера, походу, не выдержит, ебать, весь процесс. Но потом, в крайнем случае, я вам все расскажу, что как было. А так, начало разговора мне очень сильно понравилось, поэтому мне кажется, что сейчас будет реально пиздец здесь происходить. Короче, друзья, начинается жаришка, она идет, и сейчас будет полный и тотальный разъеб наших отношений. Сейчас будет реально серьезный разговор, прям пиздец серьезный. У меня еще пиздец мало зарядки, и, короче, если не успеете взяться, я вам виноват, ебать.